Добрый день дорогие зрители канала садовый мир вот наступил долгожданная пора посева овощей на рассаду мы долго чесали ручки долго готовились припасли все необходимое и я посмотрела предыдущие ролики по посеву и выращивание рассады перца за прошлые позапрошлые годы выписала себе наиболее часто повторяющиеся вопросы от новичков и очень часто вы спрашиваете анна где растет ваша рассада особенно первоначальном этапе таких требовательных культур как перцы баклажаны и томаты вы посмотрите я стою рядом с мини тепличкой это парник состоящий из четырех полок разборный он стоит у меня в обычной жилой комнате в обычной городской квартире и самая теплая полочка самая хорошо освещенная отдана под посевы овощных культур сейчас вместе стоят видите большое количество контейнеров здесь у меня посева перцев острых кустарниковых которые у меня будут в букетной посадке и конечно же перчик для ранней рассады и для раннего урожая в теплицу с подогреем обратите внимание полочка застелена у меня толстым фольгоизолом он предотвращает перегревание почвы грунта в рассадных емкостях поскольку внизу укреплены две линейные лампы и они достаточно хорошо греются здесь мы убиваем сразу двух зайцев во-первых наши контейнер находится в условиях парникового эффекта с подогревом они находятся как будто бы на коробе батареи либо греющего коврика они находятся в постоянном тепле а это очень важно для проклевывания перца создается определенный постоянный температурный режим и в то же время почва в контейнерах не перегревается а это значит снижен риск загнивание семечки в почвенном субстрате и еще такой важный момент если есть возможность сразу ставьте свои пассивы под светильник линейный либо фитолампу для чего мы это делаем не всегда есть возможность контролировать всходы перчика поэтому чтобы вас петелька пока она не развернется семидольки сразу не вытянула под семидольное колено она у вас будет на свету и вообще сладкий горький перчик лучше прорастает именно с досветкой поэтому первое время досветку мы оставляем на 16 часов потом постепенно сокращаем дорогие друзья вы только что видели где стоят посевы с моими острыми перчиками у нас в этом году обширная программа выращивания острых кустарниковых перцев от компании сидек посмотрите настоящее яркое великолепие мы с удовольствием повторяем в этом году наш проект кустарниковые перцы в букетной посадке в контейнерном огороде не важно кто это будет врачить взрослые или в нашем случае наши детки юные огородники тем не менее вот таких красавцев шикарных мат обрали напомню это перец кустарниковой все небо в звездах искры оранжевое чудо шары каждый хорош по своим поскольку у них совершенно разная высота куста форма и окраска плодов это перец кустарниковое оконное очарование конфетти чудесный посмотрите сколько разных плодов разного цвета на нем будет настоящие горошинки конфетти и топик в прошлом году себя прекрасно повел в букетной посадке собрали шикарный урожай это были настоящие яркие красивые сочные овощные клумбы мы с удовольствием вам показывали наши посадки в течение всего сезона и особый отклик именно такие посадки вызвали многие повторили наш опыт и на следующий год взяли себе на вооружение ну а теперь переходим непосредственно посеву часть контейнеров я вам показала я высеваю перец следующим образом обязательно нумерую каждый пакетик на обороте заношу журнал посева вставлю обязательно дату обязательно номер каждого гибрида либо сорта который соответствует названию на пакете и потом уже таким образом удобно маркировать рассадные емкости и ватные диски куда мы заклаживаем наш перец на проращивание один из главных вопросов который мучает наших садоводов огородников когда посеять острый пустарниковый перец на рассаду чтобы вырастить и получить шикарный урожай а не только зеленые перчики красивые развитые кусты ведь мы выращиваем перочек наш для ярких плодов которые будем использовать в том числе и для декорации нашей огородной зоны и конечно же употребим в пищу излишки переработаем ничто не пропадет ведь вы знаете что острый перчик это отличный инсектицид который помогает в борьбе с многими вредителями так что все что не ушло в пищу заготовки в домашние приправы смело сберегайте и потом будем использовать на наших урожайных грядках посмотрите я вам уже сказала что перчики я замочила и самое главное о сроках свои острые кустарниковые перчики я сею на рассаду в середине февраля где-то между 10 и 15 числом заранее за парочку дней до посева замачиваю свои семена в ватных дисках делать это очень просто верхний ватный диск я нумерую обычной шариковой ручкой согласно маркировке журнале посева и на пакетиках семенами и все мои семена находятся вот в такой обычной коробочке можете взять любой пищевой контейнер и положить в самое теплое место кто-то дожидается выхода клювика проростка из семян вот посмотреть как вот здесь видите отчетливо видно что клювики уже появились семена производителя обычно хорошо просушивают чтобы они отлично хранились и сохранили свою схожесть поэтому можно сеять и сухими тогда процесс проклевывания семечка и разворачиваясь семидольки займет чуть больше времени а если вы замочите на пару-тройку дней вот в таком виде свои семена тогда таким образом процесс набухание семени пройдет гораздо быстрее эффективнее и всходы появится на пару-тройку дней раньше вот два дня прошло ведь у меня часть семян уже проклюнулась часть эффективно набухла и сегодня уже мы показали вам первые контейнеры которые стоят в тепле и под досветкой но как сделать посев на самом деле ничего сложного нет справится даже новичок нужно выбрать в начале рассадную емкость я отодвигаю журнал посева и показываю вам ложечки в которой сею обычно перцы если у вас большая обширная программа выращивания как у нас вы можете смело взять большой контейнер объем примерно один полтора литра наметить бороздки по поверхности уплотненного почвы грунта и промаркировать уже каждый рядок в зависимости от количества семян которые вы хотите посеять на рассаду тогда вы будете точно знать в каком ряду какой перчик у вас зайдет а можете взять отдельный контейнер и тогда вы точно не перейдите где какой сорт или гибрид у вас находится и спланируйте вашу букетную посадку так как задумали изначально весь наш перчик не только разные по расцветке плода по форме плода но и по высоте габидуса кусту какие-то более раскидисты какие-то более стройные как кипарис их нужно посадить на задний план виде амфитеатра чтобы они не затеняли более низкорослые перчики и конечно нужно сформировать посадки таким образом чтобы они выглядели еще и красиво поэтому я часть своих перчиков особенно низкорослые сею вот такие контейнеры объемом пол литра не забываем сделать дренажное отверстие и на дно засыпать агроперлит либо другой дренаж для оттока влаги перчик чтобы у нас не был в переувлажденной почве если семечки у нас будут лежать в грунте который излишне переувлажен семена могут загнить и конечно же они не взойдут дорогие друзья для тех кто пропустил наш подробный выпуск с обзором острого кустарникового перца в рамках перчинки сезона 2022 это большой мега проект который мы реализуем уже не первый сезон где мы подробно рассказываем про все гибриды острого кустарникового перца от компании седа который мы будем выращивать в этом сезоне мы прикрепляем ссылочку под наше сегодняшнее видео а я уже приготовил контейнер сделал дренажное отверстие засыпала агроперлит теперь наполняю рассадную емкость питательным почвогрунтом если вы не используете проверенный хороший питательный готовый почвогрунт для выращивания рассады ведь у вас уже есть проверенные любимчики которые используете из года в год то вы можете приготовить почву смесь собственными силами но не забывайте что почву смесь должна быть очень такая воздушная пушистая чтобы нежной корневой системе перчика было в ней комфортно потому что пикировать перчик мы будем в раннем возрасте именно в таком возрасте когда он только разворачивает уверенно свои семидольные листочки пока не нарастил вторую и дай бог третью пару листьев он безболезненно переносит пикировку из общей рассадной емкости тогда мы сможем легко без потерь его присадить в отдельные стаканчики если вы сеете не индивидуально по одному семечку в один стаканчик так вот я беру почвогрунт если его составляю сама на основе раскисленного верхового торфа он должен быть нейтральный по уровню ph обязательно добавляю туда биогумус речной песочек обязательно беру листовой перегной который использую уже в промороженном виде то есть вот эта почва смесь она у меня уже проморозилась я не прокаливаю в духовке проливаю фитоспорином для того чтобы не было у нас никаких проблем в рассадном периоде до пикировки чтобы не развивались различные грибные заболевания чтобы исключить попадание патогенов в такой грунт и вот такой питательный почвогрунт с добавлением агроперлита для лучшего увлажнения мы уже используем непосредственно для посева ну практически всех овощных культур можно посмотрите я наложила почвогрунт наш рассадный контейнер теперь нужно его выровнять и обязательно уплотнить для чего мы это делаем для того чтобы наш почвогрунт при поливе сильно не осел и не утянул семена вглубь тогда им не хватит энергия роста для того чтобы пробиться сквозь толщу и часто наши новички когда глубоко заделывать семечко вглубь почвы долго ждут схода в семечку успевать там загнить либо с поливом уйти еще глубже и ему просто не хватает энергии роста для того чтобы пробиться сквозь эту толщу вот мы с вами уплотнили потом я беру раствор фитоспорина у меня уже маточный раствор готов я его использую из бутылки и снеговую талую воду тепленькую набираю спрынцовку можете использовать любой способ полива мне удобнее так и увлажняю поверхность почвогрунта я это делаю для того чтобы потом большим количеством влаги сверху не поливать чтобы семена у меня не ушли вглубь почвы почвогрунт у меня в меру важный поэтому я смачиваю поверхность и потом уже по этой поверхности буду раскладывать наши семена которые во влажных дисках за двое суток уже хорошо набухли и уже показались первые клювики семенная оболочка лопнула и первые проклевыши уже просится на проращивание уже в почвогрунте свою работу я продолжаю с острым кустарниковым перцем топик от компании сидек это средний ранний перец созревает он на 110 115 день это гибрид который подходит и для открытого грунта и для теплиц и пленочных укрытий то есть можно выращивать его совершенно в разных местах в зависимости от ваших условий и он относится к интересному типу кустарникового острого перца перец черри у него довольно крупные плоды размером с томатик черри массой до 25 граммов среднем он достаточно высокорослый до 70 сантиметров у меня вырос в прошлом году хорошо облиственные и ярко красные плоды такого вишневого красного цвета с довольно толстой стеночкой имели с такой найти слабо острый пикантный вкус с фруктовыми нотками очень нам этот перчик понравился поэтому смело берем его в работу я достаю ватный диск пронумерованный соответственно название этого гибрида и аккуратно беру семена еще раз хочу вам показать видите так называемый клювик нежный белый росточек и нужно разложить на таким образом чтобы вы ни в коем случае не повредить поэтому беру аккуратненько и укладываю на поверхность без заглубления семена раскладываю с интервал это два с половиной сантиметра в два рядочка вот здесь у меня они будут 5-6 штучек мне вполне достаточно для моих букетных посадок это значит что красивые овощные клумбы с перцем топик который будет у меня на заднем плане возвышаться на более низкорослыми формами перца будет прекрасно гармонировать у него блестящая яркая листва плоды в биологической спелости пока я не покраснели такого темно зеленого насыщенного цвета тоже блестящие и шикарно смотрится даже пока еще не соспели поэтому я его с удовольствием взяла в работу вот свои семена я разложил аккуратно они у меня лежат на поверхности уплотненного и хорошо увлажненного почвенного субстрата теперь останется наши семена закрыть почвы делаем это тем же самым питательным почвогрунтом просто берем и аккуратненько прикрываем наши сильно слоем где-то 0 7 сантиметра то 7 миллиметров 10 миллиметров не больше почему потому что именно такой слой позволяет проростку выйти оставив семенной оболочку внутри росточки будут без семенной шапочки и соответственно энергии роста семенам хватит чтобы пробиться сквозь эту толщу я сейчас буквально два совочка рыхлого почвогрунта сверху выкладываю разравниваю а дальше нужно обязательно уплотнить почвогрунт который мы выложили на поверхность наших посев для чего мы это делаем вот сейчас я пальчиком разравниваю чтобы у меня получилось без ямок без холмиков в этот верхний слой и беру опять такой же обычный пищевой контейнер и уплотняю сверху все мы обеспечили надежное сцепление семян с почвогрунтом это значит что наше семечко останется там где мы его положили и сверху увлажняем опять раствором фитоспорина вы можете использовать любые антистрессанты любые стимуляторы роста и пин допустим либо другие препараты которые привыкли использовать при замачивании и проращивание семян то есть с чем привыкли работать тем работе я использую фитоспорин он отлично подавляет патогенную микрофлору если она не дай бог есть в почвогрунте и соответственно предупреждает развитие черной ножки рассада который в основном и губит наши посевы вот таким образом я увлажнила видите почвогрунт у меня не размытый останется сейчас накрыть пленочкой либо крышечкой вот контейнер который у меня в комплекте идет обязательно промаркировать рассадную емкость чтобы знать потом где какой перчик у нас посеян и отправляем в теплое место в начале программы мы показали где наши малыши сейчас расположены если у вас нет такого стеллажа с хорошо прогреваемой полочкой возьмите греющий коврик либо поставьте ваши посевы на короб батареи единственное обязательно контролировать чтобы перегрева почвы внутри рассадной емкости не было для этого постелите либо ненужные журналы либо старые книги либо махровые полотенчика несколько слоев и как только появятся первые петельки сразу незамедлительно выставлять рассадные емкости на хорошо освещенное место и снижайте температуру уже до 20 22 градусов очень хорошо если у вас будет разница между дневной и ночной температурой тогда ваша рассада будет крепенькая толстенькая и не забывайте что в рассадном периоде до пикировки вот пока наши малыши находятся в общей рассадной емкости ничем и стимулируйте подкармливать не нужно у них все есть питательном почву грунте и запаса питательных веществ всем не хватит для того чтобы россию развернуть семи дольки и потом мы уже приступим к пикировке сделать это лучше на раннем этапе пока растение не испытывает максимального стресса но об этом мы расскажем чуть позже а сейчас переставляем наших перчиков топик под лампу там они будут в тепле в светле и в уюте как говорится и с нетерпением ждем всходов что дальше делать с нашей рассады перца мы расскажем в следующих наших программах сейчас пускай благополучно всходит а клювики уже появились это значит гарантирован сходу у нас появится оставайтесь с нами скоро мы расскажем как посеять перчик для основного потока и по тонкостях в рассадном периоде раннего срока всего доброго до новых встреч